Дети играют, пятилетние дети, да, шестилетние дети, а ты уже от них отличаешься. И ты это знаешь. Жить вторую жизнью с детства. И вроде ты мальчик, не мальчик. Ты понимаешь четко. И ты понимаешь одновременно, что надо молчать. Может быть, я гей? Нет. Может быть, я транссексуалка? О, наверное. Но потом нет. Вот это вот поиск постоянный, да, и вот хуже нет, чем третий путь. И вот только сейчас, вот уже, ну, как последние, наверное, сколько-то лет, да, окончательно пришло полное понятие, кто я. То есть так называемый Белкинский третий полк. Волосы убиты напрочь от хвоста, от всего прочего. То есть как-то их оздоровить, что можно было укладывать, что называется. И если есть возможность, я хочу несколько радужных прядок. Жизнь гендер-квира, она очень специфическая. То есть в день приходится, ну, что называется, менять пол раз десять. Иногда мне нужно жить по паспорту, как Екатерина Евгеньевна. Иногда мне нужно выступить, ну, как тапьер, грубо говоря, боевик, ЛГБТ или там тракторист. Я чувствую, ну, кто-то у меня за мои сиреневые волосы так хрясь, так поднимает подушки. У меня папа, подполковник, в тот был момент подполковник, десантник. И что тебе, говорит, в военкомате сказали? Папа, мне в армию больше не надо. Короче, он берет, просто буквально ножницами меня начали стричь. Вот так, клочками буквально. Я тебе покажу, тебе не надо. Тащит меня обратно в военкомат. И кому это мой любимый сын тут, типа, не понравился? Они так смотрят на папу, на меня, у меня уже лысая башка. Нет, это все нормально все. И как это в анекдоте? Хирург поставил штемпель, ходят. У меня раньше была, в принципе, челка. Ну, не челка, а именно делали в салоне. Нет, челка нет. Это не рынок. Сижу, листаю газеты, и вдруг я вижу про смену пола. Но это было по ощущению, что как мне по голове обухом топора стукнули. То есть, у меня вдруг стало понятно, кто я. Когда надо было ехать на операцию, она плакала. Она, знаешь, она не потому, что плакала, что я там изменю свой статус или что-то, да? А то, что, ну, вдруг изменится что-то в наших отношениях с ней. Скажем так, вот сейчас мы живем даже крепче, чем когда-либо. То есть, понимаешь, у нас тут не разлив, как говорят, не разлив вода. То есть, мы с ней вот как одно целое. Любимый вопрос, а с кем ты спишь? Типа, а как это, как это? Неприятно. Это очень неприятно. То есть, когда я из тебя делаю постоянность, я делаю клоуна. Сейчас мой нынешний вид, да? Он посвящен одному, чтобы меня нельзя было никак прочитать вообще никак. Следствие, если начинают, то только у десны, если уже труп лежит, понимаешь? А чуть полегче, там, на изнасилование, там, или еще что, да, на это даже не будет обращать внимание. Они ржут и уезжают. Я не знаю, в общем, когда наше общество вообще созреет до того, чтобы меня воспринимать как человека. Вморозь лезет со всех сторон, гомофобы и прочие, нодовцы, ну кого только нету, господи, это такая... Ну все, знаешь, на этом же пиарятся все, кому не лень. То есть, знаешь, для них это баловство, для нас это жизнь, а для них баловство. Найдите мне в Евангелии слово про ненависть, про злобу и про осуждение, и вы все поймете, кто прав, кто не прав. Там все черно по белому написано. Как человек верующий, да, я это воспринимаю как некое урок, как некое, ну, такое личное испытание. Из своей гордыни, то есть я могу развернуться, уйти, да, из храма. Нет, я все равно, я прихожу к Богу, а не к бабкам. Я прихожу к Богу, а не к дьяку, допустим, да, в Дом Божий. И, честно говоря, мне там все равно просто, что они говорят. Я все равно приду и, все равно называется, буду молиться там или еще что-то, получать причастие. И мне плевать на них. Я знаю, что Бог меня любит. Пожалуйста, нацепляйте, если вы сможете. А если порвут, то все полетит. Ну, откусывайте. А дайте мне это только, что это плохо. А мне было, на самом деле, плохо. Знаешь, хотелось только пить водку, и больше ни о чем не думать. Да! Да, ты моя! Ура! Раз, два, три! На самом деле, меня спасло только ЛГБТ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ